И так, ну что ж, Ариару, мои маленькие любители покушать и безумно сложных хеологических схем. У микрофона, как всегда, ваш поклон слугам Амору, и это великолепная сборочка Факторио с модом Кроссторио 2 и Space Exploration. За кадром, как я люблю об этом говорить и всегда об этом говорю, произошли кое-какие в какой-то степени маломальские изменения. По большей части я и занимался за кадром тем, что оптимизировал некоторые логические цепочки и пытался выстроить более-менее какую-то логику. Так, например, здесь, недалеко от станции переработки мусора, я планирую разместить цех переработки вот этого загрязненного мусора, который так потихоньку начинает складироваться у нас на базе. Пока что я сюда довожу его при помощи дронов, но, возможно, потом я как-то изменю этот способ, хотя, как я погляжу, не сильно много, в принципе, и получается его, всего 45 тысяч. Я уже примерно посмотрел, как будут выглядеть у нас все производственные цепочки, то есть сначала мы в центре обеззараживания его разделяем на уран и две других составляющих, потом загрязненную космическую воду мы еще раз обеззараживаем до космической воды, ну а потом загрязненные биоотходы все, которые здесь есть, перерабатываем просто в биоотходы, на каждом этапе получая еще при этом немножечко мусора. План примерно ясен, давайте его реализовывать. И прежде чем начинать, я хотел, конечно же, похвастаться или не похвастаться тем, что сделал здесь на базе какую-то небольшую системку с ядерным топливом, то есть, как бы, это полностью замкнутая система с количеством паровых турмин примерно таким же, каким нужно там, и для того, чтобы пара примерно у нас количества хватало, но, к сожалению, она, по сути, производит какие-то крохи электроэнергии по сравнению со всеми теми шестью тысячами солнечных панелей, которые здесь размещено. А размещать здесь большее количество этих электростанций, ну не представляется возможным из-за количества топлива, которое они потребляют. Я бы с удовольствием, на самом деле, на орбите размещал вот эти вот термоядерные реакторы, но, к сожалению, нам сборочка не дает это сделать, и пишет то, что недостаточное почтво каркас космической платформы для термоядерного реактора, что, почему и как, конечно же, остается на воле разработчиков. Но даже так, я надеюсь, у нас получится хоть как-нибудь выкрутиться, и в любом случае, по энергии мы что-нибудь здесь придумаем. Если Space Exploration не хочет работать в полной мере с Кроссторио-2, то, по-любому, найдется и другие обходные пути. Небольшое производство я здесь размернул, по идее, с трубами я ничего не напутал и вывел их нужным мне образом. В любом случае, у меня будет здесь побочным эффектом идти космическая вода, но, как я вижу, ее здесь появляется 1,4, при том, что потребляется 2,7. Значит, полностью себя вот эта система обеспечивать не сможет. Мне нужно будет подготовить здесь небольшую подсистемку с производством космической воды, где я смог бы космическую воду здесь зациклить. И это будет достаточно легко, учитывая, что смазка уже здесь есть, и останется подвести лишь саму воду. Первичная обмотка биохимической воды сюда подключена. Получается, она здесь производится, и вот этот резервуар заполняется до 50% только от этого центра обеззараживания. И вся вот эта космическая вода должна будет идти в первичные обмотки среди вот этих центров обеззараживания. И сейчас мне останется наладить лишь сортировку двух элементов в виде урана и самого мусора, а также загрязненной космической воды от загрязненных биоотходов. Между прочим, переработка уже вся пошла. Мне, да, безусловно, не нравится то, что вся эта система работает лишь на дронах. Мне приходится ставить здесь большое количество подстанций, чтобы дроны не падали по дороге. Но они все равно продолжают такие негодяи падать. Но, в принципе, только в этом месте у меня находится самое большое количество биоотходов. И как только оно здесь закончится, я думаю, без проблем ситуация с дронами должна стать полегче. На вот эту всю большую систему мне нужен всего лишь один центр обеззараживания для этих двух загрязненных жидкостей. Ну вот, в принципе, система переработки загрязненной космической воды, для которой, как же я мог забыть, то, что требуется тоже выход в виде мусора. Но так как здесь мусор получается какие-то реально маленькие количества, я думаю, ничего страшного не будет, если я всю вот эту вот систему я подключу к одной вот этой линии конвейера. Так, а что у нас по отходам? О, как замечательно. Получается то, что их слишком много. И даже, я думаю, расширить немножечко вот эту всю систему с выходов у нас настолько много, что даже пущу, пожалуй, здесь две линии вот этих конвейеров, хотя неплохо было бы их разместить и больше количеств. Ведь у нас получается вот здесь вот целых пять полноценных линий конвейера с мусором. За все это время здесь накопилась одна, одна единица вот этой урановой руды. Давайте просто вот так вот безобразнейшим образом разместим склад. И пусть урановая руда сюда вот безуспешно складируется. Я на больше чем уверен, что этот склад не заполнится никогда у нас такими темпами. Ну, по сути, кстати, вот эта вся система практически завершена. Останется лишь загрязненные биоотходы, перерабатывает. Давайте, в принципе, этим займемся. Вот так вот вся система и готова. Без внешних заморочек. Биоотходы здесь собираются. Если я все правильно понимаю, биоотходы сами по себе понадобятся нам для создания вот этих биологических открытий. Для биологических открытий, в свою очередь, нужны биологические каталоги, которые, как всегда, требуют четыре вида карточек. Пока я не вижу ничего такого, с чего мы сделать не можем, кроме одной маленькой детали в виде пряного витамиланжа. И как я погляжу, для его создания потребуется вулканический кирпич, это не проблема. И цветущие витамиланжи. А это новая руда, которая добывается на новой планете. Пока к созданию новой руды я морально не готов. В любом случае, у нас есть пока что то, что мы должны будем с вами уже на данном этапе развивать. То есть, вот эту систему с вот этим безобразием, конечно же, я буду реализовывать чуть позже. Мне для нее, конечно же, нужно будет слетать на другую планету, но об этом пока что потом. Сейчас же мне предстоит такая небольшая тривиальная задача. Разобраться с важными данными. Как я и говорил, я хочу их реализовать на телескопах. Но как я погляжу, здесь какие-то масштабы конские нужны для всего этого безобразия. Но куда деваться? Попробуем реализовать хотя бы на этом этапе. 200 штук телескопов каждого вида. Это жесть. Начинаю, конечно же, я опять с самого низа. И мне предстоит опять всю эту производственную линейку пройти. Но для начала самое страшное. Мне нужно чистые наблюдательные системы все-таки доделать. А для этого нужно большое количество биохимических центров. Ну и вот спустя непродолжительное количество времени. Я, в принципе, более-менее достроил всю эту систему. Как она должна выглядеть в привычной ее ипостаси. Как я думал, насчет эффективности это вообще неэффективно. Но гораздо эффективнее и легче производить, нежели с розовыми схемами. Вот такое количество всех этих телескопов мне здесь потребовалось для того, чтобы запустить производство. Но встает здесь другая совершенно неожиданная для меня проблема. По сути, все упирается в нехватку охлаждающей жидкости. Возможно, самих жидкостей-то и хватает. Не хватает лишь овления, возможно, в этих самих жидкостях. Но с этим уже я ничего не сделаю. Тут разработчики мода буквально связывают мне руки. И я ничего с этим поделать не могу. Несмотря на то, что, казалось бы, здесь огромный резервуар. Полностью заполненный. Сюда вот, несмотря на все это, не доходит эта терможидкость. А тут прошло-то всего нет нифига метров. Даже вот здесь, вот уже на выходе этой прохладной терможидкости 26 из 100. Чего процентов литров непонятно. Мне этот момент кардинально непонятен. И надеюсь, что вы мне поможете с этим обязательно в комментариях. И почему это происходит вот таким вот образом? Почему здесь вот этой терможидкости уже не хватает? Мне кардинально непонятно. Я попробую здесь увеличить давление. Возможно, создание больших количеств помп. Но, по-моему, это очень даже нелогично. Я бы понял, если бы давление в трубе постепенно падало. И нужно его постоянно увеличивать. Но тут проблема не в давлении, а просто то, что жидкость по какой-то причине просто теряется в самой трубе. Мне сюда даже все жидкости приходится доставлять при помощи поездов. Или что делать мне здесь прикажете? Ну, допустим, я здесь поставил помпу. Здесь вот 25. На выходе 50. Здесь 50. Но получается через каждые несколько клеток ставить помпу. Но это вообще, по-моему, бред какой-то. Улучшилась ли здесь ситуация? Возможно, возможно. И по сути-то у нас вот, несмотря на такое большое количество гиперохладителей, они практически все не работают из-за банальной нехватки у них жидкости. Здесь, по идее, какие-то другие виды труб есть в моде Space Exploration. Какие-то длинные космические трубы. Надо будет попробовать с ними. Может быть, с ними ситуация легче обстоит. И вот эти вот длинные трубы, которые здесь у меня вот таким вот образом расположены, получится на них заменить. Но эти эксперименты я, пожалуй, оставлю за кадром. В принципе, вот можно видеть по карте. Вот эти... Получается то, что как-то очень криво это все работает. Получается, вот здесь вот работают две линии телескопов до половины. И эта линия загружена на полость. А здесь работает только правая часть всей линии телескопов. По какой принципу идет распределение, я не понятно. Если бы это было распределение Гауссу, то, наверное, было бы вот такое вот распределение нормальное. Но здесь как-то оно очень циклично. Если бы было бы нормальное распределение, сначала бы вот этот цех весь забирал терможидкость. И он бы весь работал. Потом вот этот весь цех работал. Или хотя бы до половины. А этот цех работал уже на некоторую часть процента. Но он вообще непонятным образом здесь все работает. Ну, в общем, несмотря на все это безобразие, у меня получилось здесь вывести примерно такую же систему, как у меня была размещена вот здесь вот. И по-хорошему все вот это вот безобразие отсюда я могу убирать. У меня останется здесь для того, чтобы разместить синие вот такие вот астрономические пакеты, сделать лишь исследовательские сервера. Потому что в остальном у нас все готово. И, ну, по сути, останется лишь сюда дронами доставлять бериллиевые плиты. Остальное все здесь уже имеется в наличии. И я смогу таким образом уже здесь, наверное, оформлять вторые астрономические пакеты. Как вы понимаете, я уже расчеты сделал определенные. Как ни странно, примерно такое же количество телескопов здесь потребуется. По сути, вот эти все телескопы здесь нужны только для одной цели. Для создания вот этих желтых энергетических пакетов, поскольку здесь требуются именно желтые данные. А для остальных исследований, я думаю, все циклы производства будут гораздо в меньших масштабах. На такой прекрасной ноте, я думаю, потихонечку буду заканчивать. За кадром мне предстоит очень много работы. И вся эта работа связана, по большей части, с давлением в трубах, которые у нас здесь имеются. По какой причине все эти безобразия у нас здесь творятся, я, честно, не понимаю. И как с этим бороться пока что тоже особых вариантов нет. Есть лишь парочка идей, которые я постараюсь реализовать. В таком случае, наверное, потихонечку будем на этом заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было, как всегда, ваш поклон слуга Мамору. Еще услышимся.